Расскажите о ситуации в клубе, которая сложилась. Какие у вас отношения с руководством стадиона? Не хочет помогать нам, к сожалению. И город, конечно. Если бы город помогал бы, и администрация помогала бы, думаю, можно было бы с этим составом поставить задачи. Я просто говорю, люди приезжают и говорят, у вас такая команда, у вас, наверное, такие условия. Такие у нас условия. Я же говорю, слава богу, что нас президент еще любит футбол. И за счет его мы еще существуем. Скажите, с покрытием стадиона, с финансированием, что сейчас у вас? Ну, я говорю, стадион вообще нам не помогает. К сожалению, мы сами по себе, то, что президент старается там, и проживание, мы сейчас живем там, и президент решил вопросы, слава богу, и живем. Здесь можно, если было бы наше, если было бы все наше, поверьте мне, что можно было бы здесь, и мы здесь и жили, тренировались, кушали. И так это все деньги, вы же понимаете. Давайте позовем директора. Никто ничего не делает, к сожалению. Я говорю, так это неправильно. Я же чуть поиграл, и во многих командах такое же было, что мы на своем стадионе, люди приезжают, девочки играют. Я не против, чтобы девочки играли, но как это может быть? Никто не любит, можно сказать, и так. Хорошо, если команда вдруг выходит в высшую лигу, что потом происходит? Если стадион не готов к этому, то... А как? Мы здесь не будем играть, мы будем играть в другом городе, потому что мы не имеем права здесь играть, тем более, если, вы же видели, раздевалки, люди приезжают, шахтеры приезжают, просто это кубковая игра, мы нам разрешили играть. А так мы не будем играть здесь, потому что ничего не делается. Ну, говорили тогда о базе в Вишневом, это как будет? То есть Десна будет Вишневым, болельщики ее будут? Ну, поймите правильно, это тоже база там, но это же тоже, все будет зависеть от нашего президента, потому что, еще раз говорю, никто, ни копейки нам не помогает, все от нашего президента. И только он может решить. С кем он решит, это другое дело. Но, к сожалению, жалко этого города и фанатов. Потому что люди, вот дождь, видите, люди приходят, стараются. Но никто этих вопросов не задает. Потому что мы понимаем, что люди приходят посмотреть футбол. А если у нас надо идти, там, 3 остановки, 4 остановки, чтобы пойти потренироваться. А у нас вот стадион, и мы здесь не живем. Это же правильно, это неправильно. Хорошо, здесь вот есть автомобильная стоянка, вроде бы зарабатывает стадион. А стоянка, это не наша. Я еще раз говорю, стадион, мы к стадиону вообще ничего. Мы только здесь тренируемся и играем. Но даже ни копейки... Но я бы о создании условий для... Ну условия для кого? Для директора, для города, но не для нас. Если оно было для нас, я говорю еще раз, если был футбольный клуб, мы занимались там. Я говорю, что президент вложил бы деньги и в стадион, и в раздевалки, и в город помогал при чем-то. И все было бы нормально, потому что даже тут Борис Вен. Даже смешно вспомнить, потому что вот, кажется, маленький город Борис Вен, мы выходили в Ищу-Леву. А там все были заинтересованы. Город не говорит. Никто же не говорит, что там миллионы влаживать. Потому что, ну, помогите там чуть-чуть, разрешите там, отдайте стадион этой команде. Ну, посмотрите, вы сами... Давайте директора стадиона. Никто же ничего не делает. Ну, давайте призывем. Ну, вы видите, ну, сколько, ну, что, что делаете? Ну, зачем, зачем мучить нас? Ну, так а вы с директором пытались диалог какой-то... А как? Ну, если он говорит, что стадион не ваш, и все. Какой может быть диалог, если он говорит, что стадион не ваш? И что вы будете ему говорить? Дайте стадион, это только на высшем уровне. Город, наверное... Но все равно сотрудничество лучше, чем, ну, компания. А если его нету сейчас? Вот мы играем, его нету, это правильно. Я же вам еще раз говорю, сгорела раздевалка. Я хочу... А раздевалка сгорела там, где... Ну, замкнула там что-то, потому что никто проводки не меняет. Вы поймите, там наша одежда, экипировка. Она загорелась. Мы приехали после выходного, все черное, машинки не работают. Мы даже элементарно за машинкой, они говорят, а что машинки хотите, ремонтируйте. Ну, ну, как, это правильно. Ну, это просто... Это стыкается минимум, но все начинается с минимума. Понятно. А пожар был там, где вот вы, в домике в этом... Ну, там, где мы раздеваемся. Я же говорю, все там, экипировка и все. А почему? Потому что безалаберность, никто ничего не делает. Я не думаю, что это... Просто, насколько я знаю, сейчас домиком там, раньше же вы там проживали, а сейчас в гостинице вроде. Я же вам говорю, там невозможно жить, там сыро, там никто не делает. Мы заехали после... Мы хотели жить, нам там лучше жить, и мы кушать, но мы там не живем, там невозможно жить. Там окна, никто ничего не меняет. Вы даже не представляете, какие там условия. Ну, мы там жили, ну, там чуть-чуть... А сейчас... Ну, я смотрю, фанаты требуют директора, да? А правильно, а что? Просто люди... Можете сказать по этому поводу, что вы как... Нормально в нормальном отношении... Мы приходим болеть за наших парней, которые играют на поле, которые сидят на скамейке запасных и тренера. Это наше все. То есть мы хотим, чтобы они играли в нашем городе. Для них, соответственно, нужны условия. Наши как бы мнения. Я понял. А вы с директором с этим не пробовали общаться, как фанаты? Мы не пробовали, потому что, ну, у нас нет доступа к этому. То есть, если будет вариант, возможность общения, можем пообщаться, без вопроса. Потому что мы заинтересованы, чтобы наша команда играла в Чернигове, чтобы наши воспитанники тоже играли в команде, которые ходят на футбол и смотрят, и учатся у этих парней, которые играют за нашу родную полу. Я понял. Кто еще прокомментировать хочет ситуацию? Ну, может... Что, комментировать? Директора нужно просто послушать. Но его сегодня нет. А как мероприятие проходит на стадионе, а директора нет? И команда выигрывает. Команда выигрывает. И футболисты вылетают на дорожку и по асфальту. Это смешно вообще. Скажите, а кто придумал покрытие сделать асфальт, а не каучук, который был здесь? Ну, кто-то же его придумал. Оно же... Ну, вообще, по технике безопасности здесь должно быть мягкое покрытие. По крайней мере. Это что ли головой в резину, то ли в асфальт? Ну, есть разница, правильно? Головой в резину или головой в асфальт? А директора есть? Я не знаю. Я не уполномочен. Я не знаю директора. Я хочу увидеть директора. Просто спросить у него. Угу. Я понял. Спасибо. Задать те же самые вопросы, которые задавали. И капитан Тизанчный где-то не сидит. Он вот тут вот директора... Ну, на этом трансляцию прекращаем. Спасибо. 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 Спасибо.